Созданные Евгения Ершовой украшения из бисера и сувениры из фетра завоевали сразу два диплома – второй и третьей степени. Фестиваль «Руками женщины», отмечают сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по республике Адыгея, призван продемонстрировать национальный колорит народов России и в немалой степени способствует дальнейшей ресоциализации осужденных. В данном мероприятии проводились в рамках запланированной в СИН России мероприятий, соответственно, с указанием в СИН России нам проводились конкурсные работы. Данные колонии у нас осужденные регулярно принимают участие, проявляют инициативу, принимают конкурсы различные здесь тоже проводятся. КВН, «Руками женщин занят призовые места», лучшую сторону всегда отмечается. Международный фестиваль «Руками женщины» среди женщин, осужденных к лишению свободы, впервые был проведен в Москве в 2019 году. Лауреат конкурса Евгения Ершова, как она сама признается, участвовала в творческом состязании с особым чувством. Сообщила конкурс у меня начальник отряда. Ну, вообще, мы тут хватаемся за каждую возможность где-то поучаствовать, повыступать, попеть, потанцевать, чтобы как-то разнообразить наши будни. Ну, сразу возникло желание. И, думаю, впредь тоже будем участвовать обязательно. Победителя конкурса «Руками женщины» поздравила почетный гость – заместитель председателя Союза женщин Адыгеи. В твоем лице поздравить всех женщин, которые тебя окружают творчеством и своими талантами. Но я от души поздравляю, чтобы ты никогда не отчаивалась, не теряла самообладание и шла вперед. Подобные мероприятия подчеркнули на церемонии вручения дипломов своеобразная реабилитация осужденных. Женщины, отбывающие наказание в местах лишения свободы, ведут активный образ жизни, участвуют в различных мероприятиях и работают в производственных мастерских. Этот факт позволяет осужденным получить право на смягчение наказания и впоследствии на условно-досрочное освобождение, отметили в Федеральной службе исполнения наказаний.